Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очень необычное видео, потому что речь пойдет тут о спойлерах. Да-да-да, я человек, ненавидящий спойлеры, не надо мне ничего спойлерить. Ну, правда, иногда я могу что-нибудь захотеть, но только с разрешения человека, кому я могу это проспойлерить. Ну, не важно. В ССО я ненавижу глюки, баги, которые специально вызываются, и также ненавижу спойлеры. Но, к сожалению, разработчики ССО сейчас делают все мне назло и сами выкладывают всякие этапы разработок лошадей, амуниции и одежды. Поэтому смириться с этим я, к сожалению, не могу. Так о чем же сегодня пойдет речь? Видосик будет коротенький, но, надеюсь, очень интересненький и познавательный для вас. И да, ставьте лайк, если вам то не нравится, как персонаж елозит на месте и вечно опускает куда-нибудь голову, в принципе, как и в прошлый раз. Ну так вот, спойлеры. Кому-то секрет, кому-то нет, но скоро обновят наших любимых, а кому-то не любимых, фризов. Да, 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 разработчики уже, по-моему, несколько недель нам проспойлерили, что будет новая моделька фризов. Причем вначале они не называли модельку, они просто выставили эту модель со словами, как вам эта моделька новой лошадки. Все начали гадать, кто это. Не Лузитан, не Андалуз, так как их уже недавно обновили. Остается только фриз. Потом они нам заспойлерили вот такие вот уздечки средневековые, и тут уже люди начали понимать, что действительно речь идет о фризах. Ну а потом и сами разработчики начали выставлять посты со словами, вот вам модель фриза, скажите, как вам, с уведомлением, что это еще не законченная вариация, как будет выглядеть обновленная лошадка по мере выхода в саму игру. Ну так вот, да, я, кстати, я раньше очень хотела фриза, мой самый первый фриз, кто помнит, кто вообще присутствует на моем канале, с самого его основания, это белый фриз, извиняюсь, светлый серый, но ладно, пусть будет белый. Белый мой любимый фризик, да, который я когда-то через черный мир все-таки купила себе в деревушке полумесяца, будучи, по-моему, десятом уровнем, но я могу ошибаться, да, даже я могла куда-то проникнуть, чтобы кого-то купить ради этого. Ну, значит, о чем еще идет речь? Уже половина сосочного интернета разукрасила этих лошадок как только можно, в спортивных и неспортивных. Да, кстати, Каролина очень возмущается, когда видит фризов невороных, и я ей каждый раз напоминаю, что это спортивные фризы, но она все равно возмущается, что обычные фризы должны быть вороные. Да, ну, все-таки эта Каролина любит повозмущаться на важные, кстати, темы, потому что на самом деле это мелочи, а из мелочей состоит основной объем всего интересного и вездесущего вокруг нас. Да, что-то я отклонилась немножечко не от темы. Потом они добавили нам спойлер о том, что они обновили, нет, даже не так, что они сделали текстурку этих же самых уздечек. А, нет, простите, по-моему, я путаю уже с видео ютуберов, которые выставили сеть, и там вот именно такие вот уздечки. Ребят, честно, я вот влюбилась в эти уздечки, они супер-пупер классные, и вот абсолютно все воронцы, кстати, мне понравились, но немножко засмущал, правда, вот черненькие с рожками. А так все остальные просто превосходные, просто божественные уздечки, мне они очень сильно понравились. Вот. Значит, это первая тематика спойлера. То бишь совсем скоро нас ожидают фризы, и я могу предположить, что они выйдут либо до нового года, либо после. Все зависит от того, с какой скоростью разработчики их сделают, и захотят ли они нам сделать подарок под елочку или серия на 1 января, а-ля. Не знаю, когда там среда будет, но в ближайшую среду после нового года. Все будет зависеть от того, как этого захотят разработчики, а этого я вам уже сказать, к сожалению, не могу. Да. Ну и еще один спойлер, который выставили нам разработчики, это, конечно же, то, что снег в очередной раз на Юрвике не будет. Если вы не в курсе, то 3 или 4, по-моему, 3 года назад, по всему Юрвику раньше лежал снег, и так было каждый год. К сожалению, я не застала это время. Ну, точнее, в первый раз, когда я зарегистрировалась в ССО, я поиграла три дня, и все. И только спустя несколько лет, когда 3 года назад вошла вновь, я пропустила последний год, когда зимой был действительно снег по всему Юрвику. И вы можете, кстати, найти фотографии и видео в интернете. Это было божественное зрелище. Весь Юрвик отпускался под толстый слой сугробов, и вся трава становилась белой. И на самом деле, ребята, кто бы что ни говорил, я обожала это бы время года. Ну, точнее, я его обожаю, но только по фотографиям и видео. Я бы очень сильно хотела заставить снег в ССО еще раз. Но, к сожалению, разработчики говорят, что из-за того, что они меняют текстуру зелени на снег, появлялось много глюков, лагов, и старые компьютеры не осиливали такую нагрузку и начинали очень сильно лагать. К сожалению, я почему-то этого не понимаю, да и, в принципе, смотря на старые видео, я вообще не видела у кого-либо лагов. Хотя графика была на минималках. Это, если что, было очень сильно заметно. Но глюков и лагов во время снега по всему Юрвику я не замечала на видео. В общем, жалко, что я его не застала. Жалко, в принципе, что мы его не застали. И, да, ребят, те, кто говорят, что снег на Юрвике это фу-фу-фу, если вы его видели и вам это не нравится, ну, это добавляло реалистичности игре, и это просто было очень-очень круто, хотя бы какой-то приближенный к жизни реализм по средней полосе. А Юрвик, кстати, это, в принципе, средняя полоса, здесь обязательно должна быть зима, потому что это наравне с материками все сделано. Все-таки Юрвик же не совсем выдуманное место. Оно с реального местоположения по старым картам. Ну, да, что-то я опять отвлеклась, простите. Но, может быть, что-то интересное услышите из моих уст. Так о чем я? Снега не будет, да. К сожалению, те, кто его хотели, можете поплакать. Снова приедет деревушка Санта-Клауса. И это значит, что снова в этом году мы будем наблюдать снег всего лишь в двух локациях. Это деревушка Санта-Клауса, конечно же, которую многие уже выучили наизусть. Ну, а новым игрокам только придется ее изучать. Но она, кстати, симпатичная, но те, кто просто ее не видели. И те, кто любят такие места, когда локации, все локально, то есть не на одну огромную карту, а вот маленькими кусочками карты составлены из разных частей, как огромный пазл. И в ДСД, да, вдали неспрятанного динозавра. Хотя, знаете, на самом деле я уже не могу гарантировать, будет ли там снег в этом году или нет. Но вообще, по идее, снег там был всегда. Но вы уже знаете, что несколько лет разработчики потихонечку как-то меняют эту локацию, добавляют какие-то звуки, убирают какие-то звуки. Помните, то туман пропадал, то туман появлялся вместе с метелью. То они меняли скелетик динозаврика, то он темный, то он светлый и что-то типа того. И даже появились гигантские трещины, столбы льда. И такое чувство, что ДСД потихонечку оттаивает. Я уже не знаю, что об этом говорить, не знаю, что угадать. Но надеюсь, что в общем итоге в эту зиму у нас будет два места со снежными холмами. Это ДСД и деревушка Санта-Клауса. Вот. Сегодня я просто получила огроменный снежный удар в сердце. Я ехала себе, никого не трогала. И я подписана на новости ССО везде абсолютно. Нет, в Фейсбуке нет. В Твиттере, в Инстаграме и в Ютубе. Но в Ютубе, к сожалению, они уже давно ничего не выставляют. Поэтому основной источник информации от ССОшников это Твиттер и Инстаграм. Так вот, еду, никого не трогаю. И тут разработчики выставляют вот эту запись. И знаете, я смотрю, я понимаю, что пока что это арт-набросок. Я присмотрелась. И в принципе, вы тоже можете зайти на них, официальный Твиттер-аккаунт, и присмотреться, наверное, к этой картинке. Там вот прям видно, что рога еще это просто набросок. Но в общем итоге, я влюбилась в эту коняшку, которую они будут добавлять в этом году в зимнюю деревушку Санта-Клауса. Если кто-то забыл, то там сейчас находятся две лошади. Это ледяной единорог на модельке Шведа. И такой олень на модельке, по-моему, Лузитана. Или Андалуза. Что-то я подзабыла совсем, к сожалению. Давно на нем не каталась, поэтому уже не уверена, кто он там точно. Но, по-моему, он Андалуз. Ну, если что, как бы, не надо меня поправлять, я просто плохо помню. И просто знаю, что один из этих коней там в виде оленя стоит. А в этом году еще добавят и вот эту лошадку. И согласитесь, у нее очень классная масть. Да, возможно, вам не нравятся ее рога. Хотя я лично влюбилась в эти... Я обожаю, в принципе, округлые рога. Эти рога, грива, хвост с косичками. Это масть оленя серо-белого. Я как увидела все, я поняла, что эту лошадку я обязана буду купить и поставить к себе в конюшеньку. И даже прокачать, но так, чтобы растянуть удовольствие-то надолго, потому что красиво. И мне интересно, как эта лошадь будет выглядеть без своего магического вида. Потому что все вы знаете, что в девушке Санта-Клауса стоят одни лишь магики. Значит, у этой лошадки будет и вторая сторона монетки, которую мы пока не видим. Но, слава богу, уже в следующую среду мы об этом узнаем. И я, если честно, очень жду. Я очень хочу узнать, как будет выглядеть эта лошадка. Да. По поводу спойлеров, в принципе, это все, что я знаю. А хотя нет, простите, забыла. Возможно, нам добавят новых питомцев тоже в эту же среду или в ближайшие новогодние обновления после добавления девушки Санта-Клауса. У нас, возможно, появятся три новых питомца. Это снежный кролик и два разных вот таких вот пингвиненка. Ну, я, если честно, не знаю. Я вроде бы питомцев не особо как-то люблю, но... Не знаю как, но у меня уже пошла вторая страница с питомцами, при том, что уже некоторые из них сидят постоянно на каких-то лошадках. А страница все как-то добавляется и добавляется теми же, я не знаю, лисичками, кошечками и неожиданными огнетушителями, которые даются за задание. Да. Вот теперь, по-моему, я рассказала все, что, в принципе, нас ждет и может поджидать уже совсем скоро в Star Stable Online. Так что, давайте вместе этого ждать, а я с вами на этом прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова